Субтитры сделал DimaTorzok Наиболее возможных проводил их вершин, которые мне удалось прийти, это возникающие на территории Бенгузского треугольника магнитные були. Инопланетное влияние можно смело отменить, так как на нашей планете и так достаточно удивительных вещей, которые будоражат внимание исследователей. Сейчас расскажу поподробнее. Инфразвуковые волны рождаются землетрясением или моретрясением, возмущая ионосферу, тем самым порождают магнитные були. В местах геологических разломов на дне выходит магма, меняется напряженность магнитного поля. Магма очень ионизирована и наполнена радиоактивными веществами. Это влияет на возникновение электрических токов, которые затем распространяются в толще океанских вод. Океанологи также очень много работают над защищением этой проблемы. Разломы на дне сжимаются и разжимаются, бросая на поверхность электромагнитную энергию. В районе аномалии возрастают магнитные возмущения, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на психику человека, заставляет непрерывно колебаться стрелок в компас и нарушает радиосвязь. Но главное, к чему пришли, это влияние электромагнитных бур на психическое состояние человека. Психологи подтвердят это. Да, влияние довольно сильное. Экипаж и пассажиры судов, попавших в Бермутский треугольник, просто не выдерживали и покидали сюда. Поэтому найдено так много пустых кораблей в открытом море. Номен Бермутского треугольника давно является всемирно известной тайной. Но мы, придерживаясь собственной гипотезы, скоро эту тайну разберем. Субтитры создавал DimaTorzok